Дальнее близкое Вся выработка нашего завода отправлялась в город. Его обычно не называли. Любому из подростков было известно, что до города 47 верст. Что самое трудное место в дороге — Кривой Шиманов-Угор. Кривой Шиманов-Угор. А в городе — Железный круг и привокзальная топись. На Железный круг и топись была заметная прибавка привозной платы. Но каждый из возчиков железа старался выхватить езду в лавку. Лавка, или как её официально называли склад металлов с эсерских заводов, была сходу вблизи хлебного рынка. «Удобство в лавку-то!» — хвалились возчики. «Удобство в лавку-то!» — хвалились возчики. «С дачи маховая!» — успевай по весам пропустить. «Успевай...» — «С дачи маховая!» — «Маховая!» — «С дачи маховая!» — успевай по весам пропустить. «Прекайщик за одним глядит, не убавлено ли до...» «Прекайщик за одним глядит, не убавлено ли...» «Не убавлено ли дорогой?» «А как его убавишь, коли кровельное да прутовое в пачках, а шинное в сгибнях?» «Попробуй отгрызи!» «Да и всякому лестно другой раз езду в лавку получить!» «Сторожаться, чтобы опложки не вышло!» «Глядишь, с дачи-то в прискочку идёт!» «Сдал и сразу на хлебный!» «Распрёк лошадь, поставил фребтюгу!» «А сам можешь горяченького хлебнуть, коли пятак имеешь!» «Обжорный рядом!» Совсем по-другому рассказывали о привокзальных складах. «Хуже места выбрать не нашли!» «Дальше лавки-то версты на три!» «Дальше...» «Дальше лавки-то версты на три!» «Из дачи там самые конительные!» «Один принимает, другой проверяет, а третий хабару ждёт!» «В ненастье там чистый конобой!» «Место, видишь, ровное!» «Стоку воды не налажено!» «Стоку в воде не налажено, а подвоз большой!» «В ненастье до того растопчут!» «Что напросто еле ноги вытянешь из грязи!» «А с возом как?» «Старику либо женщине!» «О маленьком не говоря!» «О маленьком не говоря!» «При таком деле никак не сподручно!» «При таком деле никак не сподручно!» «Да ещё машин свистит!» «Какая молоденькая лошадёнка шарахнется, других всполошит!» «Знай, посматривай!» «А то и себя, и животину загубить недолго особливо!» «Когда близко крестовые ваза с долгим железом придутся!» «С народом тоже рассорки много!» «Всяк, понятно, старается захватить для себя и своей артели место поближе!» «Ну и лаются!» «А иной раз и до кулаков дойдёт!» «Сдашь железо!» «Так ещё столько времени выбираешься!» «Так ещё сколько времени выбираешься!» «Потому дорога заставлена вновь приехавшими!» «Проездят с дальних заводов большими артелями!» «Человек по полсотни!» «Сговорись с ними добром, когда у каждого одно на уме!» «Как бы поскорее к весовщикам пробиться!» «Сколь не худая дорога порой случится!» «Сколь не худая дорога порой случится!» «Этот железный круг того тошней!» «Выберешься из него, как из шахты вылезешь!» «Вероятно, этот железный круг был одной из причин, почему ребята школьного возраста, даже в тех семьях, где исключительно занимались воск и железо, почти не бывали в городе. По крайней мере, на своей улице я не знал ни одного ровес... По крайней мере, на своей улице я не знал ни одного из ровесников, который бы мог похвалиться, что бывал в городе. Все мы, конечно, интересовались городом, но слышали больше об одном. ЛАВКИ И ЖЕЛЕЗНОМ КРУГЕ Женское население, бывавшее в городе главным образом во время пасхальных... во время послепасхальных дешёвок, когда спускался залежавшийся товар, обычно жаловалось на давку и недоброс... и недобросовестность продавцов. на глазах обмерил, не то поддёрнул... не то поддёрнул... не то поддёрнул... хороший ситчик выбрала... хороший ситчик выбрала... а он с другого... хороший ситчик выбрала... а он с другого вид на конца отрезал... гнилой оказался... редко я хвалилась... вижу, не добиться, не удалую пошла... вижу, не добиться, но удалую пошла... выхватила у одной тетёре... говорю приказчику... режь пятнадцать оршин... а ему что? на оршин-то да и ножницами... а то бабёнка на меня налетела... а та бабёнка на меня налетела... ну а ей говорю... кто зевает, тот воду хлебает... мой отец за годы службы в солдатах... побывал во многих городах... он охотно отвечал на вопросы... говорил при случае... но связно рассказать не любил... но связно рассказывать не любил... и, может быть, не умел... вопрос о городе он от... на вопрос о городе он отвечал... на другие города наш не походит... на другие города наш не походит... он вроде самого главного завода... «На железе родился. На железе родился, железом опоясался и железом кормится». Заметив моё недоумение, пояснил. «Видал, сколько зимой баранины по городской дороге мимо нас провозят. А летом сколько табунов проходит. Обратно каждый, небось, продавец что-нибудь из железка везёт. Что-нибудь из железка везёт. Топоры, вилы, подковы, котлы. А это им самое нужное. И это им самое нужное. Вот и выходит, что за железом ездили. Попутно свой товар везли. Тоже вон теперь мельниц поясети много настроили. Думаешь, почему? Не больно у нас хлебная сторона. Больше прииски и рудники. Хлеб с других мест привозят, потому как железная дорога подошла. А её ведь за железом провели. А её ведь за железом провели. На нашей улице жил дедушка Платон. Он называл себя отставным мастеровым казённых заводов. И получал какой-то пензион. Доживал дедушка Платон свои дни при внучке, которая вышла замуж за сесердского доменщика... Старик смог выдержать тридцать лет военно-каторжной работы на заводе. И теперь хвалился. Солдатское житьё, супротив нашего, вроде разлуки. Потому солдат не каждый день кровь проливает. А на заводе чуть что, ложись. Так исполосуют. Я льжив останешься. О городе дедушка Платон говорил. Другого такого по всей нашей земле не найдёшь. В прочих городах известно, всегда городничий полагается. И другое начальство тоже. А у нас один горный начальник. И никто ему не указ, кроме самого царя до сенату. Губернатор ли там? Исправник? Ему ни при чём. Что захочет, то и сделает. Такое ему доверие дано. Горный начальник тут всеми поворачивал. Строгость была, не приведи бог. Теперь приснится, так испугаться можно. Потом я узнал, что действительно в горном уставе была специальная статья, гласившая, что горное управление, кроме высочайшей власти и правительствующего сената, ни от кого никаких указов не получает. Горному управлению даже предоставлялось право производства вчины до девятого класса включительно. В летнюю пору, во второй половине июня старого стиля, городская жизнь отражалась на нашем заводе в виде трудников и конских табунов. В это время женский монастырь справлял свой годовой праздник. Тогда же проходила конская ярмарка. Трудники, чаще всего старики и старухи, проходившие на богомолье, не привлекали ребячьего внимания. Зато прохождение табунов представляло много соблазнительного. Жившие в стороне от Челябинского тракта тогда по целым дням толпились около Зареченского моста, чтобы не пропустить какой-нибудь из проходивших табунов. Взрослое и мужское население тоже было неравнодушно к этим табунам. И кому только можно было отлучиться, все присматривали из проходящих. Порой кричали. «Эй, знаком!» «Продай вон ту гнедую! Во втором ряду, справа, четвёртая!» Все заранее знали, какой будет ответ. «Нельзя, друг! Ярманком гуляй! Ярманком гуляй! Город цена давал! Наиболее заинтересованные...» Надеюсь, уже это... Наиболее заинтересованные пытались урезонить. «Да что, город! Деньги сейчас даю! Сколько просишь-то?» Ответ, однако, оставался неизменным. «Ярманком ходи! Город цена давал!» Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил... Наседание на табунщиков усиливалось, когда проходил отборок табун иноходцев. И достигало предела при прохождении одномастки. Об этом как-то узнавали заранее. И прилегающие к тракту улицы густо заполнялись зрителями. Здесь часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти нераз... Стояли часами, боясь пропустить это редкое по красоте зрелище, когда проходило несколько сот лошадей, почти неразличимых одна от другой по масти. Заводские подрядчики, имевшие деньги и большой азарт, начальство, купцы наперебой соблазняли табунщиков разными обещаниями продать любую. Было забавно и чем-то приятно слышать, что все эти посулы богатых лошадников разбивались тем же. «Ярманком гуляй! Город цена давал!» Нас, ребят, больше всего занимало, кто может в городе купить столько лошадей. После ярмарки опять одежурили у моста, чтобы посмотреть, много ли лошадей пройдет обратно. Но картина обычно такая. Но картина была обычно такая. Гнали махан, старых, изробленных или покалеченных лошадей, с расчетом подкормить в степи и забить на мясо. Но картина была обычно такая. Гнали махан, старых, изробленных или покалеченных лошадей, с расчетом подкормить в степи и забить на мясо. Взрослые на вопрос, куда так много лошадей покупают в городе, объясняли. Многолюдство же там. Многолюдство же там. Со всех заводов железо туда возят. На одном железном кругу сколь лошадей изводится. На ярмарке эти люди, которые железо возят, вот и покупают лошадку. Где больше свеженькую-то доступишь? Все эти объяснения оказались неудовлетворительными. Каждому из ребят хотелось самому побывать в городе, посмотреть своими глазами. Особенно манила невиданная чугунка. Как тогда даже в учебниках звали железную дорогу. Мой отъезд в город на учебу был для ребят нашей улицы большим событием. Все давно знали, что Чернобородый, как ребята звали уездного ветеринара, врача Алчаевского, берется выучить Егоршу в городе. Но все же полной веры этому не было. Может, еще раз думает? Мало ли, большие обещают. Теперь это определялось... Теперь это определилось окончательно. Ребятам всей улицы было известно со всеми подробностями. Завтра Егорш поедет. Завтра Егорш поедет. В десятом часу. С отцом, с матерью. На дедушковом чалке. В Гоголевском... В Гоголевском... В Гоголевском... В Гоголевском... В Гоголевском коробке. В Гоголевском коробке. Дрожки-то у них рябиновые. Сам старик Гоголев делал. Качки. И Горш до городу сам править будет. По такому случаю накануне были прощальные игры. Вечером он долго засиделся со своими заединщиками. Вечером долго засиделся со своими заединщиками. Петька откровенно завидовал. Не к рукам, Куделя. Мне бы поехать. Мне бы поехать. Это бы так точно. Знал бы, на какое место поглядеть. Такое хвостовство, в обычных условиях, встретило бы ожесточённый отпор, вплоть до рукопашного. Но теперь воспринималось вяло. Кольш помалкивал, только при прощании сказал. Первым делом чугунг погляди, и железный круг тоже. Потом расскажешь. Дом тоже был невесело. Отец, вернувшийся позднее меня, сразу заметил унылое настроение и пошутил. Что-то наш городской притуманился. Того и гляди. Либо нос зачешется, либо в глаза порошинка попадёт. Бабушка, считавшая эту затею с учёбой в городе немысленным делом, воспользовалась случаем напоследок отговорить. Лёгкое ли дело. Из своего места в чужие люди поехать. Да ещё в этакое страхолю... Да ещё в этакое страхо... Да ещё в этакое страховитое. Да ещё в этакое... Да ещё в этакое страховитое. Я вон восьмой десяток считаю, а в городе только два раза была. Натерпелось страху-то. А тут, нако, что придумали. Десятилетка. Десятилетка одного в городе. Десятилетка одного в городе уставить. Наговорил тебе чернобородый четвергов с неделю. Слушай его. Он хоть и ладный, а всё-таки вроде барина. Да сук ему за Егорушкой приглядывать. Да и жена по дико. У него есть. Как ещё взглянет? Видя, что речи остаются без ответа, бабушка переменила прицел. Бабушка переменила прицел. Чего молчишь? Не смеешь против грамотейки свои слова вымолвить? Нашептала он о тебе. Перекоры по поводу моей учёбы случалось. Случалось слышать не раз. Обычно бабушка стращала. Заблудится. Стопчет лошадями. Стопчет лошадями. Уголодает. Худому научат. Мама старалась доказать свою правоту, ссылаясь на пословицы. Учение свет, не учение тьма. Без грамоты, как без свечки в потёмках. И так далее. Несмотря на резкий и откровенный вызов, мама на этот раз смолчала. И от этого ей стало ещё тяжелее. Отец, привыкший строго держаться принятого решения, даже укорил. Радоваться надо. А она реветь собралась. Обратившись к бабушке, попросил. Не встревай, мать, в это дело. Сами не железные. Понимаем, сколь сладко. Одного парнишку из дома отпустить. А надо. Время такое подошло. Без грамоты ходу нет. Бабушка махнула рукой, и, выходя из избы, проворчала. Больно умные стали. Своей крови им не жалко. По уходе бабушки отец примирительно сказал. Старый человек. Не понимает. Мама кивнула головой и подтвердила. Жалко ей с Егоронькой расставаться. Жалко ей с Егоронькой расстаться. Мне приятно, что мама не сердится на бабушку. Чтобы закрепить это, добавляю. Это она так, потом перестанет. Как на Рождество домой приеду, по-другому заговорит. Неожиданно вмешивается отец. Ты это... Ты что это, милый сын? Не успел уехать, а о Рождестве думаешь? Этак не годится. Коль за дел берёшься, так о нём и думай. Тебя, может, и не примут вовсе. Это напоминание встревожило. Представилась картина экзаменов. И вдруг, в самом деле, не выдержу. Может, не ездить? Бабушка вон как страшно рассказывает. А чугунку поглядеть? Железный круг. А чугунку поглядеть? Железный круг. Петька что скажет, Коля узнает, что струсил. Эта мысль о Петькиной насмешке «Помню, была последней в решении вопроса». Больше не колебался. Хотелось только уговорить бабушку, чтобы не плакала и маму не укоряла. Направился к выходу. Отец проговорил вслед. «Сходи-ка, пошепчись с бабушкой. Надолго ведь разлучиться приводится». Бабушка оказалась на любимом своем месте, на высоком крылечке амбарушки. Как видно, ждала меня. Крепко прижала к себе и тихонько всхлипнула. «Ты, Егорушко, не вини меня старую. Отец с матерью по день не худо у тебя желают. А только жалко мне. Не могу себя сдержать. Вовсе видно, устарела». Слова говорились сквозь слезы, но действовали на меня успокоительно. Больше всего меня как раз смущало, что мой постоянный ласковый друг, бабушка, была против учения. Теперь я слышал другое, и это меня радовало. Я стал повторять то, что говорила мама, при столкновениях с бабушкой. «Учение, свет, без грамоты, как без свечки». И было непривычно, что бабушка соглашалась с тем, что постоянно вызывало ее возражения. Кончилась наша беседа обычно. «Постой, детенок, уголодал, поди. Утром заторопился к ребятам, плохо ел. А обед пробегал. Пойдем покормлю». «Оставлено у меня в печке. Похлебаешь горяченького, да и спать. Завтра хоть и не рано выезжать, а все лучше вовремя то выспаться». Волнения дня закончились крепким ребячьим сном. Проснулся позднее обычного, и был огорчен, что отец уже ушел за лошадью. Хотел бежать вдогонку, но мама удержала. «Давненько ее...» «Давненько ушел. Того, гляди, подъедет». Так и вышло. Только выбежал на улицу, как мои заединщики, стоявшие на углу, закричали. «Едут, едут! Дедушка тоже! Проводить тебя захотел!» Дедушка, как всегда, прищуривает. Дедушка, как всегда, прищучивает. «Вовсе сам надумал учиться. С Егоршей поеду. Поглядим еще, кого примут. Забыл вот... Забыл вот только, сколько пятакову в девяти гривнах». «Восемнадцать!» Дружно ответили мы всей тройкой. «Вишь ты!» Сделал удивленное лицо дедушка. «А я считал, без гривенника рубль». Приезд был сразу замечен по всей улице. И вскоре около нашего дома собралась толпа ребят, моей ровни и малышней. Моей ровни и малышей. Всем интересно было взглянуть, как Егорша поедет. Для меня тоже это было первостепенно... Для меня тоже это был первостепенный вопрос, заслонивший все остальные. Как-никак надо было выехать... Как-никак надо было выехать не хуже людей. А дедушкин чалко... Не отличался честолюбием по части бега. Не стремился показывать резвость. Да и не по годам ему это было. Даже дедушка... Креп... Даже дедушка, крепко любивший своего старинного друга, не решался приписывать ему беговые качества. Называл чалко шаговый... Называл чалко шаговой лошадью. Называл чалко шаговой лошадью. Причем, конечно, давалась сравнительная оценка. Которые вон и рысью бегут, да мелк шагают. На то же и выходят. На то же и выходят. А мой податно идёт. Хоть в гору, хоть под гору. Ему всё едино. Навоз не оглянётся. Это была явная неправда. Я хорошо знал, что под гору чалко любил поскакать козлом. А на гору поднимался охотно лишь с разбегу. А дальше начинались длительные остановки. И хуже всего, что дед отвергал употребление хлыста для этакой-то лошадки. При таких условиях подумаешь, как быть. А Петька ещё наговаривает. «Припусти, Егорша, мимо Кабацкой-то. Пусть пылью чихнут. Припустишь?» Одна надежда была, что начало пути совпадало с дорогой к дому, куда чалко шёл всегда оживлённо. Может быть, хоть этим удастся прикрыться. Может быть, хоть этим удастся прикрыться. А то обвинят в полной неспособности к кучерскому делу. Вторым не менее трудным вопросом оказалась подушка на кучерском сиденье. Дедушка набил мешок сеном и говорит. «Как раз». А ребят смеяться станут. «Маленький без Мяконького ехать не может». Ожесточённый спор с дедушкой кончился вмешательством отца, который дал спору неожиданный поворот. «Не бойся, не свернёшься с подушки. Тихая лошадь не разнесёт». Мы оба запротестовали. Дедушка напомнил, что чалко, конечно, шаговая лошадь, но за себя постоит. Я стал доказывать, что нисколечко не боюсь. Отец подтвердил дедуш... Отец подтвердил дедушкины слова. «Я и говорю, не разнесёт». И сделал вывод для меня. И сделал вывод для меня. «Коль не боишься, так и спорить не о чем». Улыбнувшись, добавил. «Дорожные всегда так делают». Хитрый он. Верно, скажу ребятам. Дорожным так полагается. Верно, скажу ребятам. Дорожным так полагается. Не поверят, поди. Скажут, что земские ямщики без подушки ездят. Так то ямщики. И тоже на сиденье подкладывают. Во всяком случае, подушка меня больше не волновала. Зато выезд-то не шёл из ума. Когда садился перекусить на дорожку, я успел незаметно сбегать во двор и убрать брошенную чалка сена. Наесться так и домой не побежит. А ребята скажут. А ребята скажут. «Не умеешь править. Не умею править». Еда проходила скучно. Даже всегда шутливый дедушка на этот раз наставлял. «Бляди, Егорша, учись порядком». «Слушай, что учителя говорят. Не шали». «Наше дело не барское. С потовой копейки учить тебя отец с матерью... Так, это он. «Наше дело не барское. Наше дело не барское. С потовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. — С потовой копейки учить тебя отец с матерью собираются. Ты это помни. Городским тоже не поддавайся. Бабушка твердила своё. — Не бегай далеко от места. Не бегай далеко от места. Не бегай далеко от места. В каком жить придётся. Но вот эта тоскливая еда кончилась. Выйдя из-за стола, снова сели перед дорогой, перекрестились и стали выноситься. Гоглевский коробок не отличался отделкой, но был сделан хозяйственно, то есть прочно и просторно. Мешочек с моим имуществом, корзина с подорожниками, мешок с овсом для чалка. Мешок с овсом для чалка. Несколько охапок сена на первый случай. Всё это не особенности. Всё это не особенности. Стесно тила. Всё это не особенности стеснотила моих родителей. Пока дедушка с отцом заворачивали чалка, я выбежал на улицу, простился за ручку с товарищами и услышал последний наказ. — Замечай в городе-то! Как там? Против Кабацкой-то! Припусти! Потом торопливо чмокнул бабушку, подбежал к деду, который ласково похлопал по спине и посоветовал. Который ласково похлопал по спине и посоветовал. — На спусках покрепче сиди! Упирайся в подножку-то, а то холку набьёт! Наступил ответственный момент выезда. Сидение казалось высоким, ноги едва доставали под ножку. Уселся всё-таки по полному правилу, подобрал вожжи. Дедушка распахнул ворота. Но чалка оставался совершенно равнодушен к подхлёстыванию вожжами. Как видно, он поджидал, когда усядется его хозяин. Меня уже бросало в краску, но дедушка неспеша подошёл к чалку, ухватил его за ухо и громко сказал. — Не поеду, дурачок! Не поеду! Егорушку слушайся! Было удивительно, что чалка, встряхивая ухом, сразу пошёл со двора. Может быть, он рассчитывал, что при таком кучере скорее доберётся до дома. Поворот налево ему пришёлся по нраву. Второй поворот налево побудил к необычной для него резвости. Мимо своих исконных врагов, ребят Кабацкой улицы удалось действительно пропылить. Жаль, видел это один трошка складень, который мог лишь бессильно погрозить кулаком. Ничего, пусть грозит. Своим-то всё-таки расскажет, как каменушенские ездят. Приятная для меня дорога продолжалась недолго. Вскоре желания чалка и мои резко разошлись. Ему хотелось повернуть направо, к дому, а я изо всех сил тянул левую вожу. Чалка тогда решил вовсе остановиться, и только после того, как к моему понуканию присоединился окрик отца, зашагал дальше, но уже без всякого одушевления. С этого места мы выехали на Челябинский тракт. Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Править лошадью стало гораздо хлопотливее. Хотя день был праздничный, движение по тракту... Движение по тракту было довольно сильное. Железной дороги тогда на Челябинск не было, и гужевые перевозки имели полную силу. С заводов, начиная с Каслей... С заводов, начиная с Каслей, весь металл шёл в ближайш... Весь металл шёл к ближайшей тогда железнодорожной станции, в Екатеринбург. Сюда же шло немало хлебных обозов. Навстречу везли городские товары. То и дело звенели колокольцы. Ехали на парах, на тройках. Земские, запряжённые в довольно растрёпанные коробки, трусили без всякого блеска. Зато заводские старались доказать. Особенно запомнилась тройка салов... Особенно запомнилась тройка саловых при самом выезде из завода. Отец неодобрительно пояснил. «Кослиновский барин!» «Вишь, задался!» «Вишь, задаётся!» «А у самого всё железо и литьё заложено!» «Мастер лошадей загонять!» «Не лучше наших дураков!» «В тот раз у него лошади пали на полдороги к щелкуну!» «Пешком пришлось шлёпать!» «А не имётся!» «Зато челку вовсе не желал себя изнурять!» «У него даже теплилась надежда отделаться от дальней поездки!» На повороте к кальинскому заводу он усиленно потянул опять направо. «Когда убедился, что приходится идти дальше, помотал головой, как-то весь вытянулся и, не оглядываясь больше, пошёл возовым!» Пошёл возовым, действительно податным шагом. Отец, глядя на попытки чалка, смеялся. «Да чего из... изнабузулен...» «Ух ты!» «Да чего изнабузулен, стервец!» «Погоди вот, дотянешь до березняку!» «Пропишу тебе бодрых капель!» «Вспомнишь, как жеребёнком бегал!» «Вспомнишь, как жеребён...» «Вспомнишь, как жеребёнком бегал!» По тракту в пределах своего завода мне случалось бывать. Я знал, что от вазов и колокольцев всегда надо сворачивать в сторону. А от порожняка как придётся. Если у тебя меньше людей, ты сворачиваешь, если у встречных — они. На деле это оказалось утомительно. Но я всё же справлялся и был очень доволен. Только когда проезжали по деревне Кашиной, какой-то парнишка моего возраста, увидев, что я держу вожжи в вытянутых руках, насмешливо крикнул. «Держи! Держи! Не отпускайся!» Это был, конечно, удар по кучерскому самолюбию. И хуже всего не нашлось ответного слова. В растерянности оглянулся на маму. Но она посмотрела куда-то в сторону. Но она смотрела куда-то в сторону. Хотя я чувствовал, что она переглядывается с отцом и даже как будто слышит... И даже как будто слышал отцовские слова. Чуть маму не закричал. Раздумывать, однако, было не досуг. Дорога продолжала ставить новые трудности. Слева уже крикнули. «Эй, малец! В которую... Эй, малец! В которую сторону глядишь?» Медлительность Чалка теперь меня не волновала. Пожалуй, лучшее, что не торопится. Легче было пробираться в дорожной сумятице. Не протестовал даже, когда Чалка норовил встать в хвост попутного обоза. Отец по давнему с ним условию, чтобы мне самому до города править. Не вмешивался в мои кучерские права, но всё же напомнил. «Объезжай, милый сын, а то до ночи протянем». «А то до ночи протянемся! Не с возом мы! Пошевеливай маленько!» Объезд попутных обозов оказался нелёгким. Тракт не широк, и приходилось хорошо рассчитывать свободную полосу дороги. Кое-где успех зависел от быстроты, а Чалка никак не хотел спешить. Удачный объезд проходил на спусках, но один раз я тут попал в просаг. Обоз как раз остановился перед спуском, слева была свободная полоса дороги. Чалку, понуждаемый понуканьем, подхлёстыванием вожжами, разбежался под угор, разбежался под угор, но тут... Угор. Разбежался под угор, но тут от обоза закричали. «Стой! Не видишь!» Довольно далеко виднелась встречная пара. Колокольцев не было слышно, но на чёрной дуге коренника был прикреплён яркий красный лоскут. Справа и слева верховые с ружьями. Запряжены в лош... Запряжены лошади в какую-то вовсе необыкновенную телегу ящик. За телегой ещё трое верховых, тоже с ружьями. У среднего на длинной палке опять красный лоскут. Сдержать Чалка под гору мне было не по силе. Вмешался отец. Он так осадил, что старый Мерин оглянулся. Что это? Пара поднималась в гору не спеша. Кучер, сидевший на каком-то стуле, пристроенном к ящику, не бултыхался на рытвинах, а мягко покачивался. «Кыштымские видно», — пояснил отец. «Вишь, динамит везут. Много у них идёт. По медному-то руднику. Не как у нас. Привезут раз на два года». «Откуда везут?» «Из города, конечно. Там делают?» «Это не знаю. Только без нашего города в таком деле не обойдёшься. Никому без разрешения горного начальства не дадут. А оно, начальство-то, в городе». «А может, этот динамит бабахнуть по дороге?» «Где, поди? Он в фунтовых... он в фунтовых жестяных коробушках. Каждая войлоком замотана. Да ещё между рядами войл... да ещё между рядами войлок. И телега на рессорах. Какой может быть удар?» Продолжая мысль, отец добавил. «Наши вон до чего додумались. В склад в сапогах не допускают. Вилят пимы либо плетухи надевать. А так это для одной видимости, чтобы горной страже дело придумать. Другого бояться». Тут вмешалась мама. «Будет тебе набивать парнишке голову, чем не надо?» Отец принял совет и с усмешкой спросил меня. «Слышал, что мать говорит. Сперва, дескать, подрасти надо, а дальше сам разберёшься». Это, разумеется, показалось обидным. Но передышка кончилась. Приходилось опять поворачивать направо, налево, выглядывать прогалы для объезда, дёргать, подхлёстывать в... подхлёстывать возжами и покрикивать. «На-на! Пошевеливайся!» Сказать по правде, всё это порядком прискучило. Но нельзя было сдавать, если сам выпросил. «Проехали ещё сколько...» «Проехали ещё только одиннадцать верст». Об этом говорил не только верстовой столб, но и гранёная просека. Здесь, в этой части дачи, кончались владения Ассесерского округа. Начиналась казённая дача. Отец по этому поводу заметил. «По другой земле поехали. Тут люди свой хлебушку жуют. Никак у на... Никак у вас. Всё скупли». В посессионной даче Ассесерских заводов, где я рос, вовсе не было пахотных наделов. Хлеб на корню мне до этого случалось видеть лишь в деревне Кашиной, которая когда-то была со своими наделами Зверостана в заводскую... Кхм, давай, не так. Которая когда-то была со своими наделами Зверстана в заводскую дачу. Были хлебные поля и по друг... Были хлебные поля и по другим деревням. Деревням или деревням? Проверим. Деревням, деревням. Деревням. Были хлебные поля и по другим деревням, приписанным к заводам, но в тех деревнях мне не приходилось бывать. Разговор о своем хлебе... Разговор о своем хлебе растревожил моих родителей. И после недолгого совещания они решили ехать стороной, через шабры и понтюши. Мотивировалось это желанием поглядеть на нынешние хлеба. Желание было понятно мне, так как давно слышал... Немало разговоров о своем хлебе, об уставной грамоте. По этой уставной будто бы и нашим заводским земля выйдет. Правда, много после долгих лет тяжбы с заводу... Правда, много после... Правда, многие после долгих лет... Правда, многие после долгих лет тяжбы с заводу управлением перестали этому верить. Но все-таки мечта о своем хлебе была распространенной. Нашли, как водится, и другие доводы, чтобы изменить путь. «Дорог, дорог помягче, крюк небольшой, а ехать спокойнее. И горш передышку дадим. А то он замотался на тракту-то». Разумеется, я говорил, что мне вовсе не трудно, что могу ехать по тракту сколько угодно. Но втайне желание. Но втайне желая перемены. По проселочной дороге ехать оказалось приятнее и много спокойней. После недавних дождей она была в самый раз. Уже просохла, но еще не сильно пылила. День с утра казался... День с утра, казавшийся хмурым, теперь повернул на ведро. Было даже жарко, но все же чувствовалось, что это осень. Чалка по своим же лошадиным со... Чалка по каким-то своим лошадиным соображениям относился к перемене дороги тоже благожелательно. Без всякой погонялки он затрусил... Он затрусил рысцой и удивил отца. «Смотри-ка! Смотри-ка ты! Разошелся! Эх, Чалка! В руки бы тебя с хозяином вместе!» Мама, недолюблившего... Мама, недолюблившего... Вот сейчас начнется. Мама, недолюблившая... Неда... Недолюбливавшая... Мама, недолюбливавшая... Мама, недолюблива... Мама, недолюбливавшая своего отчима, моего мил... Моего милого дедушку, на этот раз заступилась. Старики ведь оба. Отец не согласился. Хоть те старики, да дюжие. Есть с кого спрашивать. У одного руки золотые, у другого ноги не порченные. Эта часть пути осталась в памяти как самая приятная. Поля, правда, здесь были не особенно обширны, зато перемежались перелесками. Но всё же это были хлебные поля, которые мне пришлось видеть по-настоящему в первый раз. Рожь уже везде стояла в сулонах. Пшеница и овёс убраны наполовину. Неправильно. Суслонах. Суслонах. Суслоны. Рожь уже везде стояла в суслонах. Пшеница и овёс убраны наполовину. По случаю большого праздника людей не видно. И это мне кажется лучше. Люди не отвлекают внимание от широкой картины, однообразных и в то же время очень разных по освещению полей. Это же, видимо, захватило и взрослых. Долго ехали в полном молчании. Первым заговорил отец. «А псишки не богатые, а всё-таки хорошо. Вот бы... Хоть бы вот такое полечко. Веселее бы жить-то». Мама согласилась. И беседа у них сразу перешла к уставной грамоте. «Когда она будет?» Пошли слова, которые я не раз слыхал. «Нашли ходатая, дворянина. Он по-дворянски и поступает. С общественников деньги берёт, а барину служат». Доверились тоже Арсенку. Доверились тоже Арсенку. Мужик, дескать, самостоятельный. «А есть ли у него напитак совести?» И не скажи. «А есть ли у него...» Ещё раз. «А есть ли у него напитак совести?» И не скажи. «Эк, это не то...» Вот она говорит. «Нашли ходатая, дворянина. Он по-дворянски и поступает. Нашли ходатая, дворянина. Он по-дворянски и поступает. С общественников деньги берёт, а барину служит. А барину служит. С общественников деньги берёт, а барину служит. С общественников деньги берёт, а барину служит. — Доверились тоже Арсенку. — Мужик, дескать, самостоятельный. — А есть ли у него напитак совести? — И не скажи. В тот раз мы с Илюхой еле отбились на сходке. Как про Арсенину совесть речь завели? Как про Арсенкину совесть речь завели? Вспоминая это первое впечатление от хлебных полей, разговор родителей о своем полечке, постоянные толки об уставной грамоте, задумываешься, в чем же все-таки была тут сила. Ни отец, ни мать, ни их деды и прадеды сельским хозяйством не занимались, навыков в этом деле не имели. Откуда же у них, как и у большинства заводских рабочих того времени, эта мечта о своем клочке пахотной земли? Принято думать... Принято дум... Принято думать, что здесь действовало желание с помощью этого клочка получить хоть тень независимости от завода управления. Может быть, так. Может быть, так и было. Но едва ли это было единственным. Привыкшие по деловому оценивать все факты жизни, рабочие видели, разумеется, что... Рабочие видели, разумеется, что в ближайших горнозаводских деревнях, при ничтожности наделов, никакой независимости не получалось. И если рабочие все-таки продолжали упорно в течение уже трех десятков лет добиваться пахотных наделов, то здесь, думается, действовала и другая сила. Та самая, что тянет каждого из нас, независимо от его специальности и привычек, покопаться весной в земле и что-нибудь посадить. Как видно, 200 лет работы в горе, у печей и прокатных станов не погасили более древние навыки народа хлебороба, который на всем необъятном просторе нашей страны первым делом заводил свою пашню и умел эту пашню отстоять от любого врага. Приятная и самая легкая для меня часть дороги кончилась выездом на тракт. Уже за арам... Уже за арамилью. Началась опять дорожная сутолока. Но встречный поток к вечеру заметно убавился. Ехать было не так хлоп... Ехать было не так хлопотливо. Объездной дорогой миновали Новый Завод. Как тогда звали Нижний Исецкий? Как тогда звали Нижний Исецкий? В отличие от старого Верх Исецка. Объездной дорогой миновали Новый Завод. Как тогда звали Нижний Исецкий. В отличие от старого Верх Исецка. Отец пренебрежительно махнул рукой в сторону завода. Казна! Ведро без дна! Сколько не сыплют, а толку нет. У нас хоть видишь, кого сверхголовы кормишь. У нас хоть видишь, кого сверхголовы кормишь. А у них и этого не разберешь. Чиновник мелканький, а расход большой. Поговаривают, вовсе закрыть завод собираются. А рабочие хлопочут, чтобы им отдали. Своей артелью хотят дело поднять, как на Абакане. Да где поди? Капиталов нет, подняться нечем. Тем сказывают и живут, что город близко. От него и питаются, кто чем умеет. Когда подъезжали к Уктусу, встречных почти не стало. Зато ближе к городу встречный поток принял вид беспрерывной верени... Принял вид беспрерывной верени... Принял вид беспрерывной вереницы. Но это уже были не дорожные, а выех... А выехавшие... А выехавшие на прогулку. Щегольский запряж... Щеголь... Щегольская. Щегольская запряжка пока... Щегольская. Щегольская запряжка. Щегольская запряжка, показные лошади, нарядные пассажиры, кучера в невиданной... кучера в невиданной мною форме. Всё это казалось необычным, требующим разъяснения. Отец ответил предположительно. Отец ответил предположительно. «Гулянье видно какое-то в Мещанском бару. Видишь, туда правятся. У нас в заводе большинство знает друг друга. С детства нас приучали кланяться старшим при встречах. Этот обычай соблюдался и при встречах в лесу, в поле, на дороге. Были разные формы приветствия. Когда, например, встречаешь или обгоняешь за пределами селения, должен сказать «мир в дороге». Если люди расположились на отдых или сидят за едой, тоже за пределами завода, надо говорить «мир на стан». На стану? Надо говорить «мир на стану». А если просто разговаривают «мир в беседе» и так далее. Весь этот ритуал я знал хорошо. И дорогой не забывал снимать свою шапку-катанку и говорить нужные слова. Мне отвечали по-честному, без усмешки. При встрече с непрерывной... При встрече с непрерывной вереницей горожан снимание шапки стало затруднительным. Но я всё-таки старался с этим справиться. Однако мне не отвечали. Улыбались. А один какой-то, ехавший в блестящей развалюшке, как у нашего заводского барина, с кучером в удивительной форме закричал. «Здравствуй, молодец! Поклонись от меня берёзовому пню да сосновому помелу. А дальше как придумаешь?» И захохотал. Обескураженный насмешкой я обернулся к отцу. А он посмеивается. А он посмеивался. «Научил тебя городской, кому кланяться? Тот-то и есть. Тут брат всякому кланяться. Шапку скоро сносишь. Да и не стоит. Потому половина жулья. Этот вот, может, и на гулянии едет, чтоб кого облапошить. А то ж выродился. А то ж выродился. Извозчика легкового нанял. Зная наших. Какого извозчика? А вон, видишь, которые в долгих... Которые в долгих-то кафтанах да в лаковых шляпах. Их сколько угодно по городу. Кому понадобится? Тот и нанимает. За гривенек, либо за пятиалтынный. За гривенек, либо за пятиалтынный и больше, по дальности глядя. Хоть кто может нанять? И повезёт? В этой развалюшке. Да хоть ты поезжай. Им всё равно. Тем кормятся. Богатые? Вроде нашего брата. На хлеб, на соль добывают. А на приварок... А на приварок как случится? А кони вон какие. И развалюшки блестят. Дорого ведь стоят. Без этого номера не дадут. Извозчики, значит, не пустяк. Есть, конечно, и такие, которые не по одной запряжке содержат. Эти, понятно, наживают. Эти, понятно, наживают. От себя работников нанимают. Извозчики... Извоз... Извозчики... Извозчики выходят порядчики. Извозчики выходят подрядчики. А у работников своего только и видно. А у работников своего только и видно, что борода да руки. Выходило вовсе неожиданное. Оказывается, все эти замечательные запряжки просто извозчики, которых может нанять всякий. И среди них есть совсем бедные люди, на которых все хозяйское. Разберись тут. Во всяком случае, интерес к извозчикам потускнел. Да и остальную городской люд как-то перестал казаться внушительным. Приближался город. С южной стороны он тогда начинался по линии нынешней улицы Фрунзе. Тогда это была еще один арка, обращенная в сторону просторного выгона с пожелтевшей пропыленной полянкой. Вправо от дороги, ближе к реке, виднелись здания, похожие на заводские. «Посудное заведение тут», пояснил отец. Слева к городу вплотную примыкал сосновый бор, такой же, как у нас. Город удивил своей величиной и обилием церквей. Потом я узнал, что по размерам города число церквей было не особо велико. Но тогда это казалось мне огромным. Заметней всех других зданий с этой стороны был монаст... Еще раз. Заметней всех других зданий с этой стороны был монастырь. Его собор с широким куполом издали походил на большой башкирский малахай, поставленный среди сада. Над этим куполом поднимался другой, еще более огромный, не с такими ясно очерченными линиями, но все же вполне заметный. Купол мелкой пыли, высоко поднявшийся над всем городом. Подъезд к городу был удобен. В ряд с трактом на широкой поляне ввелось... На широкой поляне ввелось множество мягких дорожек. Выбирай любую. Все эти дорожки сходились к одной улице. И я без труда мог решить вопрос, как лучше ехать. Вечер был ясный, тихий, но чувствовался какой-то смрадный дух. Иногда он становился заметнее, иногда ослабевал. Иногда ослабевал. Мама по этому поводу проговорила. «И как там люди живут?» «Это еще что?» — отозвался отец. «Вот когда по Полевской дороге поедешь...» «Так нанюхаешься. С непривычки человека стошнеть может». Мимо Боэнта до Солопоток. Оживут, привыкли. Им нипочем, что кишки на дороге валяются. Вранья видишь, сколько в той стороне кружится. А все из-за неряшества. В других-то местах говорят. Все это подбирают, да в дело пускают. Так вот какой город. Пыль и шапка. Пыль и шапка. На подъезде стошнить может. На подъезде стошнить может. И в людях не разберешься. Думаешь, барин, а вовсе он за гривенник нанял... А вовсе он за гривенник нанял человека, у которого из своего видно только бороду да руки. Столбов заставы в этой части города не было. Около углового дома, на левой стороне улицы, длинные коновязи. Коновязь. 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 Бывает, что неожиданность случается. О, точно, коновязь. Около углового дома, на левой стороне улицы длинные... Около углового дома, на левой стороне улицы длинные коновязи. На крыльце шумливые люди. Сразу видно кабак. О нём я слыхал ещё в своём заводе. Там частенько поминались два пункта. Там частенько поминались два пункта. Селетихин трактир и Семёновская ловушка. Обыкновенно это связывалось с семейной бедой. Раздели уселетихи... Раздели уселетихи... Раздели уселетихи, обдурили у Семёнова. Выманили... Выманили остатние... Выманили остатние, угнали лошадь и так далее. На параллельной Уктюкск... Уктукс... Уктусской... На параллельной Уктусской улице, по которой был выезд на полевую дорогу. Орудовали два таких же предприятия. В Полевском не случалось слыхать точь-в-точь такие же жалобы, только прославлялись иные имена. Харчевня Корякова до... Столерихина ловушка... Харчевня Корякова до Столерихина ловушка. Чалку сделал был... Чалку сделал был... Чалку сделал был и попытку присоединиться к лошадям, стоявшим у кона визи... Селинь... Селитихина трактира. Мама с отцом перемолвились. Привычно знать место. Вот. Всегда вот они так. Вот. Всегда они так. Отсмеиваются над дедушкой, а он вон какой славный. Всё, ребята мне завидуют. И Чалка тоже хорош. Всё, ребята мне завидуют. И Чалка тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит. Так. Мама с отцом перемолвились. Привычно знать место. Вот. Всегда они так. Подсмеиваются над дедушкой. А он вон какой славный. Все ребята мне завидуют. И Чалка тоже хороший. А что бабушка теперь делает? Плачет, поди. Петька говорит. Я сразу оглядел бы. Огляди, попробуй. Вон какой большой город. И мысли окончательно повернулись к городу. И мысли окончательно повернулись к городу. Так, перерыв. Язык заплетается уже.